Еще одну ситуацию у меня, скажу, интересную. Она произошла в Питере. Читал лекцию о трудностях судьбы. И у меня возникла трудность судьбы. Не так же, как сейчас. Но не такая, как сейчас. Она возникла серьезно. Неожиданно для меня с правого края, из входа зашел в зал человек в черных одеждах. И он такой, знаете, очень крепкий, строгий взгляд. Такой очень решительный, твердый. И он не мигающим взглядом просто смотрел на меня и шел вот так вот. Поднимался на сцену. Меня начало сводить все внутри. То есть голос начал неметь. Ну, скулы сводить. То есть чувствовал, что этот человек несет с собой болью времени. Когда время начинает действовать, то вот такие эффекты, спецэффекты возникают. Понимаете? Можно даже обкататься. Там оленки хрестись начинают. Ну, просто я не смешные вещи говорю. То есть этот человек шел на меня, и я спросил его, а вы что хотели? И он такой смотрит, и говорит, я знаю, что я хочу. И он, да, может быть сейчас смешно, но мне этого не смешно тогда. Вот. Он, и я должен был тоже решить, чего я хочу в этот момент, потому что я точно знал, чего он хочет. Мне не надо было его спрашивать. То есть я для себя решил, что... Ну, если как бы меня побьют при исполнении долга, и я останусь перед аудиторией честным человеком, тогда Бог в моем сердце будет считать, что я сдал экзамен. А если я сейчас дерну, как бы, отсюда, то не будет так считать. Этот человек зашел на сцену и встал сзади меня. И я увидел, что все мужчины в зале, они побледнели, потому что их долг был в это время меня защищать. Но они никто из них ни одного шага не сделали. Они просто все вот сидели, и я увидел в них страх в глазах, и такую парализацию, то есть слабость. Мне надо было продолжать читать лекцию. У меня голос, ну, когда я начал читать, дальше читал лекцию, у меня голос, рот начал неметить. То есть, ну, я продолжал просто сидеть, и я сказал себе, что мне надо остаться здесь, иначе смысла не будет. У меня не было силы. Я чувствовал, что у меня не хватает силы. В этот момент я вспомнил то, что я говорю на лекции. Надо думать и наставнуть, думать и старше, пытаться просить силу Бога. В этот момент я начал это делать, мне стало легче. Этот человек пошел назад. Ну, то ли он хотел меня засугать, я не знаю, в чем была цель, но он ушел. Была такая похожая история, я лекцию давно читаю. Эта история была в Алма-Ате. Я читал лекцию «26 качеств святой личности», у меня есть семинар. Эта лекция была про бесстрашие. Господь смеялся на дно. Сейчас расскажу. Вот такой же проход был, как здесь, но там была дверь, и дальше выход. Это было в институте, там, в этот институте, я уже не помню, ситуация была 15 лет назад. Вот так вот выход, и там дальше дверь, она была открыта, и дальше коридор примерно 20 метров в длину. Там соединял два корпуса. И вот так они сделали прикольно, что, где я сидел, как раз было видно все это вот так вот. Сквозной, можно видеть, было вот так насквозь это все. И вот так сидели люди, и вот эта дверь, и вот так я вижу этот коридор. И когда я читаю лекцию, бесстрашно, и в этот коридор заходит человек, шатаясь, с таким жестким взглядом, идет, короче, в неменяемом пьяном состоянии. И он шел, шел, а я читал лекцию, побесстрашно, ну минут 10, чувствую, что он ко мне идет. И он шел, шел, вот так заходит, там не было подъема, я сидел внизу. И он заходит, и вот так вот компьютер отпускает, мне вот так вот компьютер отпускает, вот так вот, привет, вот так закрывает. И такой, ну, на меня, ну так прямо лицом в лицо. И уже руку занозит, чтобы сделать точный массаж. Ну, я не стал с ним драться, конечно, я просто сидел, что не делал, пошли, как-то. Вот. Мужики, казаки, отличаются, наверное, от русских, чем-то, которые в Питере. Они побежали, схватили его, или мужик другой был, нежный. Они его схватили, короче, заломали и туда-назад по коридору, в двери, короче. Туда я читаю лекцию, побесстрашиваю, да, вот дальше думаю, ну классно. Он опять выходит. Уже быстрее, как бы так ему хотелось помочь не дать, а в России нет. Они успели все равно, не махнул, мимо как-то. Они успели, подбежали, но он уже потом не выходил еще. И видно, там мы помогли разобраться в ситуации. Как-то. Но в целом, как бы, поймите такую вещь, что ситуация наша, наша, ничья-то другая. И война, это тоже для каждого человека отдельно. Знаете, что кто находится в двойственности, тот находится также под влиянием войны. А тот человек, который не находится, не находится под влиянием войны. Если вы мне не верите и считаете, что я тут развожу вас свет, да, и что я агент там с Украины или с Германии, то тогда я вам советую прочитать книгу, которую написал Виктор Франк. А книга о том, что этот человек, находясь в концлагере, выжил один, а все остальные погибли. И он выжил, поняв, как себя вести правильно. Он сначала фашистам, которые мучили его, простил полностью. Это была первая стадия его победы над судьбой. Он сначала его простил, потом дальше они начали приходить к нему за советом. Вот какой любовь у него из вас была. Они били всех этих людей, морили голодом. Они приходить начали его за советом к нему. А потом эти люди, которые, вот представьте, убивали, насиловали людей, то есть они просто звери, они настолько к нему предрасположились, по-теплому относились, что они его вывели из этого места в тот момент, когда там всех покосили, когда уже войска освободительные русские подходили, они ему дали жизнь. А сами все погибли, вот эти все и фашисты, и те, которые там накопили, все погибли, а он один остался жив. И он потом написал вот эту книгу об этом, может, все. И цель этой книги была показать, что победа находится в сердце у человека, и судьба зависит только от него. И первое, с чего человек должен достигнуть — мира в сердце, мира. Понимаете? Когда человек мира в сердце достигает, победа уже есть. А дальше останется совсем немного. И еще одну вещь вам хочу сказать. Если человек мир в сердце имеет, это не значит, что у него нет патриархических чувств. Это не значит, что он не любит Родину, а любит те, кто находится там. Мир означает доброе отношение ко всем, но это не означает, что у человека нет чувства Родины и нет чувства защиты. Просто выбираем другой способ. Понимаете? Победы. Это тоже победы, но она другая. В ней нет трубов. Потому что трупы, они усугубляют отношениям десятки лет. Представьте, у кого-то близкий человек погиб в войне. Как он может по другой стране думать плохо? Вернее, хорошо. Это уже невозможно много лет. Это у мира — это лучший способ. А мир достигается с помощью сердца, работа над сердцем. Они с помощью дипломатии, политики — это все не работает. Премия рушит отношения между странами. Я вообще в целом благодарен всем, кто вовлекся в беседу. Это дает возможность лучше и глубже понять тему. А состояние зала и высказывания указывают на ситуацию в стране. Насколько сильно действует время. Я немножко ошибся со второй стадии. Похоже, здесь расходил уже переход на третий. Потому что если была полностью третий, вот мне лекцию не дать больше таки. То есть со мной спорили бы активно, как бы отстаивали свою позицию. Когда уже ненависть в сердцах стала сильной, то лекцию «до свидания» в этот момент. Невозможно давать знания людям. Понимаете? То есть ситуация, когда так наколено, то уже все. Знания можно давать только, когда разум спокойный. Разум спокойный означает хотя бы вторая стадия. Хотя бы вторая. На третью уже все. До свидания. Лекция. Ну вообще как бы... Вот так. Я предлагаю вам определенную технику, которая использовалась тысячами лет. Эта техника, в общем-то, никакой техники, а просто то, что люди и делают, когда им тяжело. Есть определенный метод, как побеждать судьбу. И кто-то из вас может настроиться на судьбу нашей страны, что хорошо. Кто-то настроиться на судьбу свою, личную, что тоже отлично. Понимаете? Для меня одна только цель. Передать вам вот эту вот возможность, вот эту возможность побеждать судьбу, которую я в своей жизни имею. То есть я именно этим и занимаюсь. То есть я занимаюсь много-много лет уже подряд. И у меня накопилось столько интересных фактов, как это происходит. Что можно целую лекцию только об этом рассказывать. И у меня также есть факты не только по поводу того, что я делаю, а также по поводу того, что делают слушатели моих лекций. Как они пользуются этой методикой, что у них получается. И также я знаю точно, что у меня будут факты по поводу вас после этого семинара. Потому что вы тоже сейчас будете это делать, сражаться со своей судьбой. И я теперь у вас попрошу одну вещь. Пожалуйста, какие бы разногласия у нас не были, потому что мы подняли больную тему сейчас. Тема больная, время действует сильно. Да? Что касается установки в мире, пожалуйста, давайте теперь включайтесь. Я как бы не осуждаю никого, с кем я разговаривал, никого. Я просто объясняю свою позицию. Ваша позиция может быть вашей. Я объясняю, почему у меня такая. Хорошо? Пожалуйста, включайтесь. Сейчас мы будем очень важные вещи делать, которые очень важны для каждого из нас, потому что они могут дать очень хороший результат в нашей жизни. То есть мы переходим к следующему моменту. Это техника молитвы для настроя, которая дает победу над судьбой. У нас немножко я задержался, значит, что вовлекся в спор, хотя, наверное, я не должен был это делать. Вот, у нас есть время, но мы сейчас, в общем, цель такая. Мы должны с вами сейчас пройти определенные тренинги, должны пройти очень включенно. То есть без каждого из вас участия мы не сможем этого сделать. Невозможно. Нужно, чтобы вы все включились в это вовсю. Я вам сейчас расскажу, как включаться. Я сейчас включу хор православных хор. Православных, потому что большинство в нашей стране людей все-таки православных. Только я сам не православный. Но я люблю всех верующих людей, и мне нравится вообще все, что связано с молитвой, с духовной практикой. Я с удовольствием могу молиться или повторять. Я желаю всем счастья в этом настройе. Под православный хор, или под мусульманский хор, когда-то я испытываю счастье в своем личном. Мне нет претворечий между одной и другой. Смотрите, судьба находится в сердце человека. Когда судьба тяжелая, то в сердце камень. Поднимите руку, у кого сейчас в сердце тяжесть, камень, тяжело совсем, очень тяжело. Значит, тяжелый период жизни. Ни словами это не решить, ни поведением. Это решить только вот так, как мы сейчас будем решать. То есть, надо работать только с сердцем, понимаете? Потому что следующий этап, когда придет время поговорить, вот допустим, муж уходит, вопрос, меня к вам, муж уходит, допустим. Что делать? Его задерживает, или отпускать? Отпускать он скажет, прощай, на всех вокзалах поезда, уходя в дальние края. Прощай, расстаемся навсегда, от белого неба в января. Ну, то есть, отпускать, хорошо, спасибо. Этого и ждал. Второй вариант. Задерживать. То же самое. Задерживать означает, ну, видишь, ты меня ничего задержишься, потому что я прав, а ты же не прав. Вот ты меня и задерживаешь, вот ты чувствуешь свою вину, а у меня все нормально. Да, вот правда, только один выход. Приходит время, приходит время, и разговоры только разрушают жизнь. И действия только разрушают жизнь. Остается только одно действие, которое жизнь восстанавливает. Это действие состоит из трех этапов. Первый этап. Я сердце настраиваю внутри себя сначала. Вот сейчас по поводу ситуации в нашей стране, нагнетения обстановки в мире, у меня сердце неспокойно вот здесь внутри. Неспокойно. Я еще не восстановил, мне нужна молитва. Я хватанул очень сильную дозу времени сейчас в беседе. До этого у меня было нормально. Но дозу хватанул, и мне нужно сейчас успокоить свое сердце. Видите, насколько сильно объем работает? У меня есть опыт, как это делать, но чувствую, что мне надо сейчас как это делать, для того, чтобы было спокойно. А сейчас пока, мы неспокойно. Итак, есть из вас в зале сидят люди, у кого-то в сердце камень просто, не то, что неспокойно, просто невыносимо тяжело, невыносимо тяжело, трудно жить. И первая стадия побед над судьбой означает, сердце становится спокойным, потому что вот это озеро счастья в сердце, оно сначала внутри сердца должно наполниться, понимаете? Так как человек не знает метода наполнения, он рассчитывает только на свои силы всегда жизни. Вот допустим, ребенку, мать, тревога по поводу ребенка, что это значит? Тревога началась по поводу ребенка, что это значит? Сейчас объясню, смотрите. Всегда у матери идет ручеек по отношению к ребенку, и если у него какая-то трудность жизни, энергетически или подсознательно, или на том плане, на психическом плане, из сердца матери неосознанно приходит энергия счастья к ребенку, и ребенок преодолевает трудность, так защищает мать своего ребенка с помощью вот этого нити незримой. Понятно, да, как работает система? Но если у нее энергия счастья или на полности внутренней, или духовной силы, или веры, веры, мне вашей веры не хватает, да, если у нее веры не хватает, тогда наступает тревога в сердце по отношению к сыну. Бывает так, что ты даже не знаешь, в чем дело вообще, почему тревога, но в сердце тревога наступает. Поднимите руку, у кого так было. И подтвердилось потом? Подтвердилось, потому что ты еще не знаешь, что тревога есть. тревога означает, не хватает энергии счастья, понимаете, события сильнее, чем у меня силы. Понятно, да? Вот в чем проблема, от чего тревога. И у меня вот сейчас возникла тревога по поводу вот этой беседы о стране. Чувствую, что как-то я не смог победить эту ситуацию. Это означает, что события тяжелые достаточно, не хватает силы, понимаете? Это тоже важно понять, диагностика, это штука очень важная. По своему сердцу можно понять, что происходит. Знаете, что когда человек настраивается, тревожится, тревожится, тогда он разрушает жизнь того, кто нуждается в его помощи. Это называется скупость, скупое поведение. То есть тревожится означает побеждать своими силами. Ой, мой ребенок, кто бы мне теперь делать? Эта тревога не помогает. Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, вонек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек, вот солдаты. Красной армии, штыки, чайный ютя, без тебя большевики обойдутся. Ну, вот эта тревога, понимаете, она не помогает. Человек уходит в армию, когда матерь тревога, она разрушает его веру в победу. вера от смерти меня домной ночи хранила. Слышали, что так есть? Радостно мне я спокоен в смертельном бою. Теперь другой вариант. Мать провожает своего сына, и она говорит, я буду молиться за тебя. Говорит, все будет хорошо. Она благословляет его, не тревожится, она при этом не плачет, не трясется, она спокойна, пускай у нее там звезд на глазах, но она спокойна, то есть она благословляет. Чувствуйте, благословение исходит из веры, но человек не может своими силами это сделать, это нельзя, просто взять благословение, оттуда у тебя энергия для благословения, если тебе плохо, близкий человек уходит опять, трясет, хавбасит в это время, оттуда силы благословляют, и все будет хорошо оттуда, только если человек в это время может настроиться не на себя, а вот этот настрой не на себя, вот это самое ценное, что есть вообще в человеческой жизни, что и дает победу, это настрой, на того, кто молится, понимаете, я вместе с ним, я так же, как он, я хочу так же, понимаете, когда кто-то очень сильно настроен на молитву, то если ты так же, как он, ты начинаешь, знаете, бога, переднимательную силу, которая побеждает все, нет такого, чтобы что-то она не победила, невозможно, понимаете, просто бывают разные объемы работы, конечно, но все зависит от твоей веры, сколько у тебя веры, если у тебя веры много, то объем можно победить, веры мало, не победишь, я не знаю, сможем ли мы все победить у тех, кто сейчас на сцену выйдет, это все зависит от нас от всех уже, не только от меня, но я знаю точно, что им станет легче, насколько это уже другой вопрос, и завтра мы узнаем еще, что произошло все-таки на самом деле, потому что здесь они сейчас этого не скажут, а вот в Питере мужчина сказал мне, что произошло на следующий день, у него мама лежала уже без движения, она не ела, не пила, и он был вот такой, мама любит, понимаете, он пришел, вышел на сцену, мужик керриотко выходит, когда мужчина выходит, значит, что-то серьезное происходит, и он вообще первый раз на лекцию вообще как бы не при делах, и не поймет, кто ли верит, кто ли не верит, что ли там болтали, вообще кто ли какой, надо еще посмотреть по сплетеням интернет, вот, он просто, он в горе человек находился, ему было все равно, ему нужна была помощь, он вышел, встал здесь, вот, писал, начал повторять, я желаю всем счастья, и он делает все, как я говорил, в этот вечер мама встала с постели, начала кушать, понимаете, я не знаю, что было дальше, это зависит опять от молитвы, но, просто так, какие вещи не происходят, вот, человек лежал, не вставал уже недели, в том раз, в этот вечер встал, и начал кушать, понимаете, о чем я говорю, или нет, что есть сила, она перешла, теперь другой случай, это был в Питере, другой случай, не помню, по-моему, в Москве, что ли, девушка уже все, как бы, уже рассталась с молодым человеком, во время, ну, она переживала, сильно вышла, и во время молитвы, в ней сердце спокойно сначала стало, потом она почувствовала, что он хороший человек, а до этого прямо жесть, то есть она, он виноват, он плохой, и представляете, это что-то того, что она не позвонила, она после вот этой лекции пошла уже домой, позвонила ему, и, ну, а между ними нет отношений, представьте, она не звонит, он ее посылает, куда-нибудь, а он, представляете, он не послал, она не позвонила, а он ответил, представляете, проработано как уже, первая стадия спокойствия, вторая связь, между мной, это буйниточка завяжется, то есть отношения, и третья стадия изменений в сердце у того человека уже, понимаете, она до третьей стадии дошла уже, потому что, если тот мужчина с мамой до третьей дошел, она вообще выздоровье, выздоровье начала, неизвестно, что там с ней дальше будет, просто объем судьбы разный у всех, вот у нее, видно, не так много было, но она, вот, поделилась, сказала, что все, как бы пошла, половина лапа в живо-то отношениях, а уже, как много месяцев остаются люди, в том плане выходит вот это все и такой результат. Давайте послушать внимательно, что делать, иначе ничего не получится. Всегда есть только два варианта. Первый вариант, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. А второй вариант, я желаю всем счастья от кого-то, понимаете? Ну, то есть, вот я слушаю голос, вот этот вот, православный, Богородица, Девы, радуйся. Ну, то есть, суперная молитва, потому что она не настраивает на то, что мне что-то надо от Бога, а она прославляет Бога, понимаете? Когда эта молитва самая сильная, когда мы бескорыстно действуем, даже по отношению к Богу, тогда вообще супер. потому что чем больше бескорыстно, тем больше силы, которая меняет судьбу. Значит, за себя молиться не так сильно, а вот если он просто обогородится Девой Радуси и про себя забыл, тогда вот все, что у него нужно изменить в жизни, меняется само уже с помощью этой силы. Так нужно настроиться на звук молитвы. И первый этап, что нужно делать? Нужно слушать этот кор серьезно. Но чтобы в слушание включился разум, для этого надо повторять. Дома будете повторять эту молитву вместе с ними. Так как здесь есть люди разных конфессий духовных. Поэтому мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Это принцип победы над судьбой, просто принцип желать счастья не себе, а кому-то другому. не просто этот принцип будет повторять, сам принцип, который в любой молитве должен встречать. Если ты настроен на счастье для себя и молишься, эта молитва не сработает. Молитва срабатывает, когда ты думаешь о других. Понимаете? То есть этот принцип мы будем повторять. Надо что делать в это время? Слушать голос и повторять так же, как они, в той же тональности, для того, чтобы контакт с Богом установить. Потому что именно эмоция передает связь. Допустим, я повторяю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Почувствовал? Нет. Или второй вариант. Я тебя люблю, я люблю тебя. Видите, эмоция. Почувствовал? Да. Понимаете, о чем я говорю? Связь устанавливается только когда есть эмоция. А вот какую эмоцию по отношению к Богу мы не знаем. Или даже по отношению к человеку, которого надо полюбить. Мы не знаем. Вот если человек, допустим, любит кого-то и он скажет, я тебя люблю, тогда мы поймем, о чем речь, потому что мы эмоцию поймали. Мы почувствуем любовь в этом случае. Понятно, да, системы? Но если как бы мы почувствуем любовь к девушке, а у кого-то там как бы переманивать девушку нехорошо с помощью такой же энергии любви, как бы скопировав его любовь, нехорошо. А вот любить Бога так же нормально, потому что там нет ревности, понимаете, это не эгоистические отношения в жизни. С Богом все останавливают одинаковые отношения, чистые, светлые. Поэтому перенимать любовь к Богу хорошо, а не к Богу, как некоторые думают. Я думаю, по-своему молиться. У нас не хватит своей силой побеждать судьбу, нужна сила другая. Теперь есть еще один момент очень ценный и важный, это вовлеченность. Все равно вот вы будете повторять сейчас, я желаю всем счастья, и в этом нет смысла никакого. Вот если вы сейчас реально поймете, что вы людям сможете каким-то помочь своими словами, или хотя бы попытаетесь это сделать, то вовлеченность всего зала будет капитальнейшей. Это будет самое лучшее время в вашей жизни. Понимаете? Но для того, чтобы было самое лучшее время в вашей жизни, я вам кое-что еще скажу. Во время вот этой техники вы почувствуете три стадии. Пожалуйста, пройдите их правильно. Первая стадия вы почувствуете спокойствие. Если вы в это время подумаете, ой, блин, как классно стало. Или некоторые спокойствие чувствуют в виде того, что они что-то видят, ручная, такая красивая, классная, алибиначная, голокочная, слепые. Вот. Понимаете? Вот если вы на этап влеплись, а не повторяйте, я желаю всем счастья, думая об этих людях. И слушать голос, чтобы счастье передалось. Не то, что я тебе счастья желаю. Я беру звук и их настроение, эмоцию отдаю к этому хору. Если вы этим заниматься не будете сейчас, а будете, ой, мне хорошо, все, до свидания, в следующей стадии. Человек слепел с дистанции, он начал о себе думать, уже получил то, что надо и расслабился. Все. Если хотите получить следующую стадию, когда не просто мне хорошо, а когда неожиданно в сердце возникает ваше событие в жизни, то есть озеро сердца счастьем наполнилось, дальше ниточки. Мы же зажаты от событий, боимся, потому что они счастье-то все раздирают, все наши трудности. Когда человек наполнится счастьем, он раскрывается, ощупывается свои, раскрывает по отношению к родственникам, и все эти события туда ух, заходят и приходят в память, потому что память включает связи, отношения. И мы неожиданно чувствуем, что вспомнил опять, что меня бросают. Понимаете? И в это время не надо отвлекаться на свое опять. Думать, ой, меня бросают, все. Вот. Не надо об этом думать, отвлекаться, надо думать человеке, который будет здесь стоять, ему жилать счастье и слушать голос, потому что сам-то не пожелаешь, я же сам несчастный. Вот. Мне не хватает тоже счастья. И третья стадия будет интересная. Вот это вот событие, которое возникло, оно обязательно придет. Память включится о своем, о чем. Это событие начнет таять и почувствует, что страх, напряжение, трудности от него тают. Когда ты думаешь о других. И это объясняет, что когда человек за счастьем бежит, оно от него убегает. А когда человек счастье другим отдает, оно от него входит. И по-другому никак не бывает в этом мире. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Иначе ничего не произойдет. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно запустили дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим.